Прекрасный день, прекрасное солнышко. Я чихну сейчас. Перехотелось. Короче говоря, что я хочу вам сказать. Во-первых, я уже сдала две контрольные. Это было в пятницу. Вот, я сдала, получается, биологию и зарубежную литературу. Зарубежную литературу по-русски, получается. И так, вот что я хочу сказать. Биологию я сдала на 8,5, а зарубежную литературу я сдала на 8, вроде... 8,2, вот. Но там ещё не проверяли текст, я, в принципе, не посмотрела, что сказали за тот текст. Но 8,2 это уже как бы хорошо, мне нравится. Вот, завтра, завтра уже вторник, получается, я буду сдавать ещё и английский и украинский язык. Вот. Если честно, мне страшно за английский и украинский язык, потому что в прошлом семестре я английский сдала хорошо, но вот за украинский у меня там была не очень хорошая оценка. Ну, не знаю, что будет и что я буду делать. Что ещё хочу сказать. Так как мы вернулись вчера из Зеленодольска, Джессика, конечно же, полазила в кустах и нацепляла на себя клещей. Вот. И вчера они лежали с мамой, смотрели телевизор вместе с Джессикой, да. Потом мама заметила, что по её руке, я не знаю, где, короче, полз клещ, и мама выгнула Джессику, папа сказал, типа, не впускайте, надо, Джессику, у неё могут быть клещи. Но, знаете что? Джессика поспала где-то минут 20 внизу на диванчике, на её лежаночке, и потом она резко решила, что ей нужно обратно на кроватку. И знаете что? Да, она пришла проситься ко всем на кроватку. Она минут 20 просто так сидела под дверью и вот так вот шмыгала в проём дверной, вот так... И все в этот момент думали, когда у неё уже эта шмыгалка поломается, когда она перестанет это делать. Вот. Я не спала из-за неё до двух часов ночи, потому что она орала. Потом она начала делать... Сейчас я вам покажу, как она начала делать. Короче, она начала просто шкрептить дверь, потом начала прокапываться через пол, я так и не поняла, что она хотела. Но в итоге я успокаивала её два раза, выходила, принесла ей её коробушу наверх. Ну, у неё такая коробуша, типа, мягенькая там подушечка. Кстати, на заднем фоне, как видите, висит прекрасный плед, который намок, потому что кто-то его оставил просто так на полу. Вот поэтому не обращайте внимания. Смотрите, какие там красивые цветочки и кусты, я не знаю, что это. И на крючке. Так. Короче, я оставила ей там коробушу, она легла. Что-то опять начала копать. Я думаю, да нет, надо проверить, что она делает. Подошла, думаю, что-то копается собака. Ну, ладно, пускай спит. Опять уложила, говорю, Джесси, всё, спи, спокойной ночи. Пошла спать, всё, заснула. Ура, никаких звуков не было. В итоге я выхожу сегодня утром, и знаете, что эта малявка сделала? Она разодрала свою коробушу, раскидала полностью весь поролон, этот наполнитель этой подушки, по всему этажу. И в итоге у нас весь этаж был полностью в поролоне. Она на нас ещё и обиделась, понимая, и летели, потому что у неё клещи, ну, извиняюсь. У Джессики, кстати, есть, ну, типа мы ей давали таблетки и помилили, и Джессики, и клещи просто сами по себе так отпадают, поэтому с Джессиком не переживаем. Но вот у нас, как бы, такой таблетки нету, поэтому за себя нужно переживать. Вот, и получилось так, что Джессика разорвала свою коробушу, проорала всю ночь. Ну да, в принципе, адекватно, да, нормально. Так каждая собака себя ведёт, да. Короче говоря, сегодня у нас день всяких почт. К нам пришло 4 посылки, 2 из них, получается, мои. Одна посылка, это то, что я заказывала с Алиэкспресса. Потом папа нам заказал поп-ит. Мы сами не знали, что папа нам заказал поп-ит, но папа нам заказал поп-ит. Потому что тот, который я заказывала, он идёт очень-очень долго, и я не знаю, когда он будет. А, как бы, я уже хочу, понимаете ли? Вот, поэтому поп-ит сегодня у нас будет очень прикольный. Потом пришла какая-то папа на посылку, и ещё одна там посылка с чем-то там. Блин, я забыла. Ну, короче, факт тот, что две посылки из них моих. Да, я сделала новые ногти, смотрите, вот такие вот, видите. На другой руке не успела. Вот, мы поехали, получается, за посылками. Посылки, посылки, посылки. Ну вот, короче, такие ноготочки сделала, зелёненькие. Я ходила несколько дней, получается, без ногтей вообще, потому что они мне так надоели. Ужас, я просто их сдирала сразу же. Ну, сейчас уже немножко попустила. Вот, и я опять сделала себе такие. Я не могла просто-напросто выбрать цвет и дизайн, и что я вообще хочу. А вот, ну, в итоге сделала вот такие вот зелёненькие. Я закрасила пару раз обычным лаком. Вчера накрасила зелёным классным цветом. У меня был обычный такой. И он тупо не засох за полтора часа. Не высох лак за полтора часа. Я просто стёрла его, сделала вот нормальное. И всё, и не парюсь. Короче, вот мы уже сделали распаковочку поп-ит. А теперь у нас есть вот такая вот прикольная футболочка поп-ит. Я сейчас покажу на более приятной стороне, как оно классно кликает. Ну, у всех поп-итов есть одна сторона, которая крутая, а другая такая. А здесь на другой стороне нарисованы вот такие вот типа футбольные мячики. И она тоже неплохо так кликает. И вот эти футбольные мячики очень приятно делают пальчиком. Короче, такой вот миленький поп-итик теперь есть. Воно мое, воно мое. Короче, вот, наконец-то моя посылочка пришла. Я знаю уже, что здесь будет, а вы ещё пока что не знаете. Делаем вскрытие. Во-первых, здесь раз, два. Что здесь, кстати, не знаю, что здесь. Ладно, короче, раз, два, три, потом четыре. И пять. Получается пять посылочек. Начнем, наверное, давайте с того, что я не знаю, что здесь. Вот с вот этого. Вообще, Донтон Де Стэн. Даже не понимаю приблизительно. Это, наверное, серёжка. А, это браслетик вот такой вот маленький с этими, с бабочками. Это же браслетик? Кстати бы, да. Сейчас покажу. Вот такой маленький. Нет, он не такой маленький. Короче, я заказала вот такой вот браслетик с бабочками. Просто он выглядит обалденно. Вот, как-то так. Я его заказала, кстати, себе на ногу, потому что я увидела, как прикольно выглядит на ноге, типа, такие браслетики. Вот, короче, выглядит как-то так. Можно, в принципе, носить и на руке. Но для руки он немножко большеват, как вы видите. Вот, на руке он не пойдёт носить. А так-то выглядит достаточно прикольно. Давайте дальше. Что-то вот здесь вообще не понятно. А, это я знаю, что я где-то тут. Я, в принципе... А, всё, я поняла, что, где, когда. Открываем эту посылочку. Это вот такая вот прелесть. Это тоже штучка с бабочками. Вот. Правда, она не подходит под браслетик, но, в принципе, ничего страшного. Правильно? Короче, это такая обалденная... Серёжка. Я так и знаю. Вот такая обалденная серёжка. Что-то выпало. Либерда какая-то выпала. И вот заклёпочка. Её главное не потерять. Короче, вот такая вот серёжка. Вот так она выглядит. Цепляется на ухо. И вот тут вот ещё сверху. Вот, я сейчас хочу её одеть. Посмотрим, как она будет выглядеть. Сниму тоже серёжки с Алиэкспресса. С моими коровками. С моими коровками инопланетянинами. И попробую нацепить вот это. Где антисептик? Хопа! Вот такая вот ляпота, красота. Просто выглядит обалденно. Кстати, вот эта вот штучка, она разгинается и загинается, поэтому она просто спадать не будет. Я её немножко разогнула, чтобы одеть. И потом согнула, чтобы она держалась. Такая вот прелесть. Вот и комплект ещё и браслетик. Классная, просто обалденная штука. Не знаю, чтобы я без неё делала правильно. Ага, вот. Распаковываем дальше. Что вот здесь? Нет, давайте я распакую. Так, в принципе, давайте это распакуем. Эти штуки, которые я тоже хотела заказать ещё полгода назад. Вот, заказала я только сейчас. Но, в принципе, это не важно. А-а-а! Что это? Переводные татуировки? Диана, взрослый человек, в принципе, да, заказала себе переводные татуировочки. Их здесь офигеть просто как много. Сейчас покажу, какая стопка. Вот, ну как бы, да. Здесь есть вот такое, вот такое, потом вот такое, потом вот такое, потом вот такое, вот такое. О, это вообще офигенно. Вот эта радуга мне нравится. Потом вот такое, вот такое, вот такое. Вот такое, вот такое, вот такое. Вау. Вот такое, вот такое, вот такое. Что это? Ни-и-и какой-то. Вот такое, вот такое, вот такое. О, смотрите, анимешки прикольные. Вот ты самая поделишься? Вот такое, вот такое, вот такое, вот такое, вот такое, вот такое. Вот такое, вот такое, вот такое, вот такое, вот такое, вот такое. Короче, вот такая вот прикольная штука. Я увидела эти стикеры, вот эти вот переводные татуировки в ТикТоке. И я их заказала, да. Знаете, как на меня вообще действуют тренды, пипец. Ну, я просто увидела, как девочка, типа, делает такие татуировки, и как их много. Я такая, а, надо. Нашла их в интернете и купила. Сейчас я распакую, наверное, вот эту вот посылочку. Эта посылочка пришла сегодня как раз в тему. Так как это не просто вам какая-то там бесполезная фигня опять же. А знаете, что это? Такое, что это? Это платьичко для овачки. Так как у Джессики сегодня день рождения, я ей заказала, забыла о том, что у нее день рождения. Короче, просто ей заказала платьичко. А оно сегодня пришло. О, мне кажется, на нее как раз хорошо, я так переживала. Ух ты, как красиво. Вот, я очень потом надеялась, что оно придет именно сегодня, потому что вчера мне пришло сообщение, что посылка уже получается в Украине. Я такая, блин, будет круто, если завтра придет Джесси на день рождения. И вот такая вот прелесть. Смотрите. Супер, правда? Я не знаю, как на нее оно будет, но мне кажется, в принципе, неплохо. Там размерная сетка просто какая-то непонятная. Я заказала размер М, она более-менее подходила. Вот, ну вот такая вот красота. Правда, согласитесь, что классное платье. Оно на фотке выглядело типа такое серое, а на самом деле оно зеленое. Ну, в принципе, неплохо. А теперь и одежка для меня. Знаете что? Так как скоро лето. Я так подумала, правильно? Лето, хорошее время. На улице тепло. Все прекрасно, правильно. Птички летают, бабочки поют. Ну да, в принципе, логично. Люди купаются, а у меня нету купальника. А теперь он есть. О май год. Я, честно, не знаю, влезу ли я в него, не влезу. Но он, да, я это сделала, я заказала. Какой набалденный. Пахнет Китаем. Класс. Это вот такой вот обалденный просто топик. Вот такого вот ярко-кислотного цвета. Я приеду домой, буду мерить. Не знаю, как он мне по размеру. Но мне кажется... Мне кажется, хорошо. Вот такой вот кислотный топик. И вот такие вот ярко-кислотные труселя. Кстати, очень плотный купальник. Классный, качественный. Мне нравится. Сшито хорошо. Вот такие вот, короче, труселя. Вот труселя. И вот такой вот прекрасный купальник. Я, если честно, такие раздельные купальники не носила. Ну, так года три. Вот. Но в этот раз я рискнула. Заказала вот такой вот купальничек. Вот. Пахнет Китаем, правда. Но ничего, постираем, будет хорошо. Ну, по цвету как раз то, что я хотела. Я думала заказать еще такой был. Тут верхушка синяя, а не зеленый вроде бы. Вроде бы зеленый. Вот. Но потом в итоге решила вот такой вот кислотный. Вот так вот собачка любит показывать свою одежку. Джесси, покажись. Покажись. Ага. Короче, вот одели мы уже платье. Выглядит оно просто бомбезно. Но Джессика лягла и лежит. Потом ее когда-то споймаю, когда она будет ходить. Покажись. Иди, иди. Иди к маме, иди. Иди, иди. Иди к маме, иди. Иди, иди, иди. Ай, красивая. С днём рождения. Ты тоже. Ты стесняешься. Оно еще здесь так на животике у нее красивенько, да? Покажись. Смотрите, пустя. Красиво. Джесси, не стесняйся. Ты красивая. Ты красивый. Ты красивый платье. Платье. Размерчик М. Вон всем видно. Джесси, ты красивая. Ты красивая. Что ты режешь? Понятно. Красивая. Лиля уже сделала свою первую переводную татуировку. Это я делала вон сверху там. И вот моя... Вот что? Ты моя? Почему у тебя поролон в волосах? У тебя какая красивая. Вот я сделала еще вот такую вот красотульку. Такую вообще. Прошел уже один день. Вот делаю отзыв на татушку. Та, которая у меня была вот тут. Вот я ее случайно стерла. Как сказать, случайно. Я решила ее протестировать. Вот. А вот эти вот я делала на съемке. Их почти даже не трогала. И с ними все хорошо. Вот так вот как-то прикольно оно выглядит. Ну, Крио, правда, наклеила. Но, в принципе, ничего. Кстати, вот розовый маникюрщик сделала. Вот. Как-то так. Так что всем спасибо за просмотр. И до новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok